Здравствуйте! С вами снова канал Школотара Альвиэна. Сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на отношения, на личные отношения между вами и загаданным человеком. Что в данный момент происходит. Итак, у нас с вами будет 6 позиций на классической колоде. И итог будет на картах готический Лейнерман. И выкладываю ваши мысли, чувства, подсознание. Его мысли, чувства, подсознание. И итог будем выкладывать на Лейнерман. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно-таки демократичные. И запись не на месяц и вперед, а всего лишь на 2-3 дня. Сейчас идет запись на 13 июля. Чтобы записаться, нужно написать мне в Viber, WhatsApp, личное сообщение ВКонтакте или в Директ Инстаграм. Я вам обязательно отвечу, сообщу все условия консультации и цены. И если вам понравятся мои условия, то вы у меня можете заказать расклад или что-то еще. А если нет, ну, никто вас не волит, держать не будет. А есть такой момент, сразу же я вас предупреждаю, что я не записываю на прием без оплаты. То есть, как бы вы меня не уговаривали, всегда происходит потом одно и то же, что человек пишет и говорит, ну, я решил ничего не заказывать. Я передумал. И поэтому я никогда не принимаю заявку на расклад без оплаты. То есть, это нереально. Я вас прошу это учесть сразу же, то есть, я работаю только по предоплате. И когда тут недавно, да, вчера, девушка, она хотела записаться до этого там когда-то, и подумала, что почему-то я ее записала, начала мне там гадости писать, потому что я ей сказала правду, что я не записываю без оплаты, да. Я говорю, я вас не записывала, потому что оплаты никакой не было. И она почему-то восприняла меня очень негативно. Но, видимо, вот человек это сосуд, да. Когда его затронешь, что в нем есть, то и выплескивается. И вот перед вами шесть позиций по шесть карт ваше отношение на данный момент с загаданным человеком. И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, ваши мысли, шестерка Пентаклей, чувство Королева Кубков, подсознание, умеренность, партнер мысли, восьмерка кубков, чувство Король Пентаклей и подсознание смерти у него вышло. И колода готический Ленорман сейчас вам подскажет итог. Итог у нас клевер. Смотрите, я вам сейчас расскажу тут вашу ситуацию. Ваши мысли. Вы считаете, что у вас с партнером хорошее отношение, что в данный момент вы приятно общаетесь, встречаетесь, или если вы в браке находитесь, то у вас идет взаимный обмен энергиями. Все хорошо, все отлично по шестерке Пентаклей. Вы думаете о том, что помогаете друг другу, что кто бы из вас не попросил помощи, всегда она придет. И также по шестерке Пентаклей, что могу сказать, то, что вы, может быть, партнеру в чем-то благодарны. Королева кубков у вас на чувствах говорит о том, что если особенно вы знака воды, то вы женщина влюбленная, женщина, которая хочет строить отношения, проявляет эмоции, чувства к молодому человеку или к мужчине. И женщина, которая настроена на с ним серьезные отношения. Если вы не женщина знака воды, то, возможно, у вас просто выпала такая фигурная карта Королева кубков, потому что вы сейчас чувствуете особенную влюбленность к мужчине. Чувствуете к нему притяжение, чувствуете к нему привязанность очень сильную. Что еще могу сказать здесь? Смотрите, у вас в подсознании умеренность. Умеренность все-таки говорит о том, что вы хотите серьезных отношений, никуда не торопитесь. Если вы поссорились, вы хотите помириться с партнером, и тогда шестерка Пентакли у вас в мыслях сделать первый шаг. И вот со стороны мужчины это совсем все по-другому. Смотрите, у него в чувствах есть король Пентакли. Если он мужчина знака земли, то данный человек, учитывая на мыслях восьмерку кубков и в подсознании смерти, он, возможно, хочет пойти своей дорогой, как говорится, по жизни. Но также иногда король Пентакли все-таки со стороны мужчины означает серьезные чувства. Если у вас есть муж, а вы загадали другого человека, с которым хотите помириться, как-то наладить отношения, построить эти отношения, смотрите с ним в будущее вроде как, то этот-то мужчина как раз не выпускает из виду то, что у вас есть муж. В его мыслях восьмерка кубков это поискать вариант получше. На самом-то деле уйти из ваших отношений. Он думает об уходе, он думает о том, чтобы расстаться. А в подсознании смерти говорит о том, что так с его стороны, как он считает, ваши отношения продолжаться, больше не могут, что надо что-то менять. А чтобы что-то менять, надо отказаться от чего-то привычного, от того, что дорого, да? Смерть всегда предполагает потерю чего-то, что нам дорого. И это очень кризисно для человека. Поэтому он, скорее всего, и думает об уходе. Между вами клевер. Клевер – это мужская карта, у неё есть мужская энергетика. Она говорит о том, что мужчина может, в принципе, проявить инициативу в будущем для восстановления данной связи. Даже если он уйдёт, то у вас будет второй шанс на восстановление отношений. Вообще клевер означает у нас второй шанс, Колодили Норман часто. И вообще, что тут могу ещё сказать, это то, что если на то пошло, что если вы уже расстались, то мужчина поэтому и думает, вот эти вот, у него восьмёрка кубков и подсознание смерть, что у вас там всё произошло плохо, да, но карта показывает, что продолжение-то будет, в принципе-то будет. И не могу пока сказать, там, серьёзное, несерьёзное продолжение. Но вот вы, как бы, к мужчине-то полностью расположены. И я думаю, что, может быть, вам действительно проявить инициативу, раз с его стороны такие плохие карты. Вторая позиция. Ваши мысли, чувства, подсознание его мысли, чувства, подсознание. Сейчас посмотрим итог между вами. Вышла карта Солнца. Солнце всегда у нас говорит о хорошем итоге, о том, что у вас есть шанс, да, но пока мы его отложим. Смотрите, у вас на чувствах вышла королева жезлов. Если вы женщина знака огня, у вас вообще одни жезлы выпали. У вас страсть к партнёру однозначно, но не только... Ну, вообще страсть, она рождает ревность. Это взаимосвязанные чувства. У вас есть стремление к партнёру, вы очень хотите с ним быть. Хотите с ним быть рядом, но вы ревнуете ужасно, скорее всего. Может быть, находитесь в некотором состоянии конфликта с партнёром, либо отстаиваете в данный момент вообще в этих отношениях какую-то точку зрения. Жезлы вообще у вас выпали полностью. Если вы женщина знака огня, у вас на чувствах выпала ваша фигурная карта, это говорит о том, что вы в данных отношениях испытываете очень сильную симпатию, притяжение. Вы хотите контролировать партнёра, и вы хотите проявлять постоянно к нему инициативу. Вообще, вот смотрите, у вас на чувствах рыцарь Жезлов, на мыслях, я неправильно сказала, на мыслях королевы Жезлов. Вот эти чувства, эти мысли, это говорит о том, что вы прямо стремитесь к партнёру, вот вам надо его проконтролировать, вам надо быть рядом, вам надо предъявить ему, может быть, свою ревность, свои какие-то опасения, приехать, стремиться к нему, не знаю. Вы хотите быть с этим человеком. Вот прям по второй позиции совершенно точно. В то же время в подсознании пятёрка Жезлов. Вы как будто бы хотите его победить, вы хотите отстоять какую-то позицию свою. Если вы не женщина знака огня, то вы в мыслях держите королеву Жезлов, это соперница. То есть вы считаете, что вдруг у мужчины кто-то есть, поэтому у вас столько ревнивых карт выходит. В любом случае с вашей стороны ревность сейчас на первом месте. И тут видно, что может быть этот мужчина для вас как трофей, может быть вы его пытаетесь завоевать, потому что пятёрка Жезлов в подсознании говорит о том, что вы его пытаетесь завоевать, именно завоевать его доверие, завоевать его расположение. У него на чувствах рыцарь Пентаклей, смотрите, у него вообще не Пентакли выпали. Не может ли такое быть, что этот мужчина считает вас выгодной партией? Вот посмотрите внимательно. У него на чувствах рыцарь Пентакли довольно спокойные чувства, но человек как будто бы, в принципе-то, испытывает к вам симпатию, так скажем. По семёрке Пентакли в подсознании он запутался, он не знает, как ему вообще дальше быть, но понимает, что может быть медленно ваши отношения куда-то идут. Причём, учитывая, как вы прям к нему стремитесь, у него такие спокойные карты с его стороны, и больше. У него мысль Пятёрка Пентаклей, то есть сейчас он думает о том, чтобы вообще, что денег нет, что ему бы заработать, что его очень беспокоит его финансовое положение, что это влияет на ваши отношения. Он хотел бы подготовить почву, как говорится, финансово для ваших отношений, а вы прям живёте, имеющийся вот такое чувство. И Семёрка Пентаклей, она говорит, что вы вот его добиваетесь, так добиваетесь, так рвётесь к нему, хотите с ним общаться, там не знаю, может быть. И потихоньку как бы такое вот ощущение от карты, что дорожка так к сердцу пробивается, так скажем. Но человек сомневается, получится, не получится, вот у вас надо, не надо. Я не вижу в нём такой инициативности прям. Рецепт Пентаклей говорит о том, что ну вроде как надо развивать отношения, но вот мне надо тут подзаработать. Я думаю о том, что я бедный, я думаю о том, что у нас, наверное, не получится ничего, Пятёрка Пентаклей, ничего не получится. Семёрка Пентаклей в подсознании. Ну я в дремучем лесу запутался, я прям не знаю вообще, как мне дальше быть, что мне делать. Наблюдает за вами, в принципе, партнёр, но пока какого-то такого, особых действий не вижу, да, максимум там разговора. Солнце говорит о том, что вот Солнце, да, вот вроде всё, ну как бы не очень хорошо. Вы бьётесь, и человек вот такой хоть-то. Но Солнце говорит о том, что у вас всё получится. Я чувств не увидела у партнёра, в принципе, нету. Не могу сказать, симпатия максимум. Вот. Он как-то себя ограждает от чувств вашей ситуации, а вы вот пышите. Но Солнце говорит, что подожди, на твоей улице будет праздник, как говорится. Взойдёт ещё раз свет в ваших отношениях. Вот такая вторая позиция. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Ваши мысли, чувства, подсознание, его мысли, чувства, подсознание. Теперь колода. Готический Ленорман покажет нам итог всего этого беспредела, который тут показан. Опять вышел клевер, как в первой позиции. Интересно, второй раз клевер достала. Клевер – это у нас второй шанс. В отношениях вас, скорее всего, выберут больше всего третью позицию те, кто расстался из-за соперницы. Смотрите, у вас в мыслях королева мечей. Ну, королева мечей, это можете быть и вы, конечно, но чаще всего это одинокая женщина-разлучница, та, которая разрубает ваши отношения. Вот. Если вы знака воздуха, то, в принципе, это может означать, что у вас в мыслях, что вы одна, что вы пойдёте сейчас по жизни одна, без партнёра. У вас в подсознании, и дьявол стоит, и вы очень сильно зависите от данного человека, эмоционально, сексуально, как угодно. Вы ужасно привязаны. Но в чувствах у вас шестёрка мечей, вы очень-очень хотите освободиться от этой связи, освободиться от вот этой зависимости, которая у вас в подсознании находится. И вы всячески, видимо, предпринимаете попытки для того, чтобы уйти из этих отношений, выйти вообще. Не хотите поддерживать вот эти отношения. Эмоции у вас шкалят по этим картам в том плане, что выйти вы хотите по причине, скорее всего, вот этой женщины, всё-таки, которая является соперницей. Ну, если прям 100% уверена, что соперницы здесь нет, вообще, в принципе, да, какой повод выходить из отношений, во-первых. во-вторых, тут, знаете, может, мать его сыграет, допустим, роль, что вы не хотите поддерживать отношения с мужчиной, у которого такая связь с матерью, там, допустим, тесная, или мать тиран, и так далее, всех там затиранила. Также ещё может быть, что вы очень холодно проявляете к нему себя, потому что у вас произошло какой-то конфликт, ссора. Вот посмотрите, тут вообще очень интересно выходит, у партнёра на мыслях девятка мечей, он прям отчаялся в ваших отношениях, он весь измучился, он, так скажем, не видит выхода, и у него в подсознании повешенный, то есть он в подвешенной какой-то ситуации находится, может быть, это внешние обстоятельства, вплоть до того, что там, не знаю, больница, тюремное заключение, работа, расстояние, да, между вами, там, другая страна, другой город, вот какие-то внешние, его же там, жена, там, семья, да, тоже внешние обстоятельства какие-то препятствуют вашим отношениям, и он в состоянии такой жертвы находится под сознанием, да, что он бедненький, и он, кстати, себя очень жалеет по девятке мечей, он считает, что вы его обидели, а вы такая холодная, вся дерзкая, вот такая, и ещё и показываете, хотите, да, вот в чувствах, что прям уйду, я не хочу здесь быть, вот, на чувствах у него паш жезлов, паш жезлов говорит о страсти, о привязанности, но при этом это довольно детское восприятие партнёрши, подростковое, когда нет серьёзности в чувствах, чтобы вот человек взял, женился, это больше, вот паш жезлов, это больше такое, знаете, увлечённость некоторая, ну, как будто вот только познакомились с людям, нравится общаться, разговаривать, или там сексом заниматься, а вы вот как-то грузанули мужика, и может быть такое, вот, видите, девятка мечей, повешенный, так и говорят, что я тебе, наверное, ничего не обещал, да, а ты меня вот так нагрузила вообще, я там жертва, я там, я прямо в оскорблённых чувствах нахожусь сейчас, что ты меня пытаешься контролировать, если у нас с тобой ничего серьёзного нет, а максимум секс, ну, вот что-нибудь в этом духе, и, ну, если это не так, там, да, если вы уже женаты, там, у партнёра сейчас нет к вам всё равно серьёзного отношения, он считает себя бедняжкой, и жалеет себя, что вы его, вот, бедненького обидели, клевер всегда говорит о том, что, может быть, вот, шанс в ваших отношениях на восстановление, чаще всего со стороны мужчины, вам показывают карты, что у вас ещё впереди, как бы, что можно ещё побороться, да, можно вот среди этих скал-то проклюнуться и ещё что-то попробовать, ну, вот такая вот у нас третья позиция, так, сейчас будет позиция номер четыре, где-то я украла десятку жизлов только что, ну, посмотрим, где я её украла, она была сверху однозначно, так, не здесь, тут сколько, так, ага, я её украла вот здесь сверху, хорошо, итак, для тех, кто выбрал позицию номер четыре, мысли ваши, чувства ваши и подсознание, его мысли, его чувства, его подсознание, ага, два туза со стороны мужчины, смотрите, мужчина, да, прям тут чётко видно, что, прям, даёт зелёный свет вашим отношениям, шанс, шанс на развитие, если ссорились на восстановление связи, всё по-новой хочет начать, так, между вами женщина, давайте тут уточним, ну, что тут можно сказать, смотрите, итог у нас женщина вышла и на уточнение Лилии, у вас в мыслях сила, в чувствах иерофант, вы очень серьёзно относитесь к партнёру в подсознанию остройка кубков, вы с ним счастливы, то есть у вас сейчас, в принципе, период-то неплохой по четвёртой позиции должен быть, то есть, ну, те, кто расстался, вот сейчас мирятся уже в данный момент, потому что вы счастливы, и вы рады партнёру, вы серьёзно на него настроены, и вы считаете, что у вас страсть и взаимопонимание и всё-всё-всё, полная совместимость по силе, да, что вы его укротили, что он вас укротил, что вы друг другу очень подходите, иерофант в чувствах всегда говорит о том, что у вас сильна духовная связь, что у вас есть очень сильные платонические чувства к партнёру, и то, что, ну, вы его, наверное, любите, прям по-настоящему любите, и то, что вы хотите за него замуж, вот, причём у партнёра в мыслях ту спинтакли, это либо вот сейчас восстановление отношений, да, либо желание жениться, желание брака, желание дать шанс, зелёный свет отношениям, мысли о том, что вот сейчас у вас полный подъём такой, начало чего-то, другого этапа, не знаю, переходного, счастья какое-то, а вот в чувствах у него туз мечей, вот туз мечей, он часто означает страсть, но иногда он означает то, что человек твёрд в какой-то своей позиции, то есть партнёр, скорее всего, всё-таки является лидером в вашей паре, и если он является лидером, то он как бы такой очень справедливый, очень серьёзный мужчина и чувства у него при этом, да, хоть и серьёзные, но могут иногда вот обдавать вас холодком и строгостью. В подсознании девятка жезлов, вот на это вам надо обратить внимание, во-первых, это может ревность означать, а во-вторых, девятка жезлов в подсознании может означать, что вы навязчивы, и что партнёр начал уставать от вас, он начал понимать, что вас слишком много в его пространстве. Вот я вам советую при четвёртой позиции это пространство немножечко освободить. Между вами, смотрите, по итогу вышла женщина и на уточнение всё-таки лилии. Лилия – это карта мужская, да, у неё мужская энергетика, но при этом она говорит о некотором… Знаете, это не очень серьёзные отношения по лилиям, это больше-таки, ну, даже флирт, и есть некоторая меркантильность по этой карте. То есть, если один из вас богат, вот по Тузу Пентакли, например, партнёр, да, то у вас есть как будто бы некоторая меркантильность в отношениях. И смотрите, женщина говорит либо сопернице о том, что она есть всё-таки в вашей жизни, как бы вы хорошо друг к другу не относились, есть женщина, которая всё портит. Либо мать, либо вы инициатор этих отношений как есть, так и будете. То есть, всё будет и держится на женщине, на вас. Вот такая вот у нас четвёртая позиция. Для тех, кто выбрал позицию номер пять, ваши мысли, восьмёрка Пентакли, чувства, шестёрка кубков, подсознание рыцарь мечей, его мысли, тройка Пентакли, чувства, восьмёрка мечей, подсознание паш мечей. Вы друг на друга сердиты, наверное, поругались. И если поругались, то вот это подсознание, даже если вы сейчас играете друг перед другом игру того, что у вас всё хорошо, подсознание выдаёт взаимные претензии, причём каждый считает, что он прав в каком-то вопросе. между вами сад выпал, сад это как будто бы отношения совершенно лёгкие, непринуждённые, учитывая, что у вас на чувствах шестёрка кубков отношения могут тянуться из прошлого, и как будто бы, может быть, они только-только начинают, да, как-то восстанавливаться, вот, но я вам так скажу, что у вас вот в мыслях восьмёрка Пентакли, а у него в мыслях тройка Пентакли, может быть, у вас связь по работе, по учёбе, по каким-то общим интересам, да, что вы друг с другом любите общаться, разговаривать, также вижу у вас шестёрку кубков, да, вот всё-таки романтичный настрой на партнёра, симпатии, как будто связь из прошлого тянется, а у него-то в чувствах восьмёрка мечей, человек явно настроил между вами препятствия, у него обидки в подсознании, у вас сердитость, да, у него претензии, у вас претензии, вот, если ссорились, пора мириться, сад пока что не говорит о серьёзной связи, но ещё что хочу тут сказать, что каждый из вас думает о том, чтобы жить-то в мире и спокойствии, да, общаясь, хоть и в подсознании есть некоторая злобность и претензии, может, высказать всё и потом уже жить спокойно, вот, чтобы исчерпать вообще этот момент какой-то, да, какой-то сердитости, может, ревность есть, присутствует, каждый из вас ревнует в подсознании, вот, ну, не вижу прям таких серьёзных отношений на самом-то деле, если вот прям давно общаетесь, давно знакомы, давно вместе, ну, видимо, это всё время периоды каких-то качелей, то густо, то пусто, то хорошо, то плохо, также сад иногда означает, что если вы вот сейчас рассорились, да, в мыслях у каждого помириться, сад говорит о том, что вы помиритесь в компании какой-то друзей, там, на праздники, на свадьбе, я не знаю, на каком-нибудь торжестве, на мероприятии, вот такая пятая позиция, для тех, кто выбрал позицию номер 6, что у вас в мыслях двойка пентаклей, в чувствах семёрка кубков, в подсознании двойка жезлов, что у партнёра в мыслях влюблённые, что в чувствах дурак, что в подсознании десятка жезлов, кого же вы загадали, боже мой, боже мой, и по итогу, что рыбы, рыбы, да, являются тоже таким очень меркантильным знаком, когда люди буквально могут встречаться друг с другом из-за денег, положения в обществе и так далее, выгоды, выгоды какой-то, выгоду имеете, либо вы, либо партнёр, ну, тут вообще никаких чувств друг к другу нет, нового знакомого загадали, вот большинство, кто выберет шестую позицию, загадали нового знакомого или с человеком, с которым давно никаких отношений вообще нет, я не вижу здесь отношений, их нет, у него в мыслях влюблённые, это значит, что человек разрывается, возможно, между двумя какими-то вариантами, причём у вас в мыслях двойка пентаклей, как будто бы то же самое происходит, да, выбор какой-то, совершить выбор, но в чувствах ничего нет, вот у него чувства дурак, да, человек совершенно не имеет к вам каких-то определённых чувств, у вас семёрка кубков, то есть вы вообще ничего не знаете о партнёре, многие здесь могут загадать партнёра по переписке, вот, рыбы часто означают такие, просто увлечение друг другом и не более того, то есть вообще какая-то свободная любовь, да, в подсознании у вас двойка жезлов, вы опять же как будто бы мечетесь между двумя какими-то вариантами, но, понимаете, нет тут даже общения как будто бы, а у него в десятка жезлов, то есть какое-то чувство тяжести от вас, может у вас что-то в прошлом было всё-таки, с партнёра загадали, которого давно-давно-давно не видели, потому что он как бы в подсознании о вас держит тяжесть, да, вот эту вот ответственность, груз какой-то, чувство вины, не знаю, или понимать, что с вами будет тяжело развивать отношения, и вы, в вас чувствах семёрка кубков, может быть, разрываетесь вообще между множеством вариантов, и вот загадали, ну что, с этим что-нибудь получится, ну нет, я вам скажу, тут вообще ничего не получится, тут нет ни чувств взаимных, ничего, ни общения, ну не знаю, если вы загадали партнёра, с которым вы сейчас вместе, и с которым у вас как бы, будь то бы вам кажется всё хорошо, то вы вообще ошиблись с позицией, вот такая шестая позиция, всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео, приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы, спонсор данного показа автодиагностика в Калининграде и области, смотрите, давайте перейдём к вопросам, у меня есть один вопрос, который можно сейчас ещё раз рассмотреть, да, ещё рассмотреть, это у нас пишет Юлия, здрасте, Кристина, будем ли в этом году с Ильёй жить вместе по его инициативе, Юлия родилась 29 августа, а Илья родился 14 июня, прошу заметить, что Дева у нас попыталась строить отношения с близнецами, совершенно несовместимые между друг другом люди, да, ну сейчас посмотрим, насколько у вас есть возможности в будущем, так, проявит ли Илья инициативу вообще на то, чтобы жить вместе, так, у нас вышла колесница, десятка кубков и шестёрка мечей, такое чувство, чтобы жить вместе с Ильёй, вам придётся куда-то ехать, если вы находитесь в разных городах, или это может быть предложение совместного переезда, ну предложение-то, я думаю, что инициатива-то будет по колеснице, десятка кубков тут, да, сто процентов, но ощущение-то, да, что вам как будто бы откуда-то куда-то ехать надо или переехать, вот прям не знаю, как это, может от родителей вас забрать надо, да, вот от одного берега причаливаем к другому шестёрка мечей, ну а будет ли всё-таки переезд, будете ли вы жить вместе в этом году, так, смотрите, мир семёрка кубков и шестёрка жезлов, есть, сейчас, есть некоторые препятствия, да, да, вот смотрите, ситуация какая тут, вы как будто не знаете какой-то информации, я бы сказала, что будет какая-то попытка жить вместе, да, которая либо не оправдается, либо будет предложение, которое не оправдается, да, потому что выходит мир с семёркой кубков, какое-то заблуждение и шестёрка жезлов, в принципе, из ситуации вы можете выйти победителем, но когда я уточняю, что, что же тут не так, да, какие иллюзии тут, так скажем, вмешиваются, какое-то враньё, обман и так далее, то выходит, что король мечей выпадает с пятёркой пентаклей и с императрицей, это значит, что у самого мужчины как будто бы денег нет, а он их берёт у женщины, ну, например, у матери, или его мать его содержит, а сам он беден, вот что-то подобное, и здесь будет решать, скорее всего, не он эту ситуацию, будете ли вы жить вместе или нет, зависит от какой-то женщины, вот, что ещё тут могу сказать, то, что, ну, давайте могу посмотреть в следующем году, будете ли вы точно там жить вместе или нет, опять, видите, смотрите, выходит ваша фигурная карта и рыцарь пентаклей и посередине пятёрка жезлов, такое, знаете, ощущение от карт, что вы поссоритесь, поссоритесь, вот, у вас будет много инициативы, вы вот спросили про его инициативу, да, я не вижу здесь у него серьёзной инициативы по рыцарю пентаклей, это какое-то очень медленное продвижение, вы проявите инициативу и поссоритесь из-за этого, я не вижу здесь, вот, прям конкретно, вот, что вы будете точно, совершенно жить вместе, я не могу этого сказать, ни в этом году, ни в начале следующего, я этого сказать не могу, подтвердить не могу, я вижу, что будет предложение от мужчины, да, проявление всё-таки инициативы, а дальше вот какая-то вот ерунда, ерунда, это связано вот с этой женщиной и с финансами, ну вот такая вот, вот такая ситуация у вас и вот такой у меня ответ на ваш вопрос, всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев, приглашаю на индивидуальные расклады, всё-таки индивидуальный расклад раскрывает информацию гораздо сильнее, всем спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok